Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Я хочу вас с этим видео предупредить и уберечь, пока, возможно, еще не поздно. Это видео настолько важное для каждого из вас, что после просмотра я прошу не оставаться равнодушным и поделиться этой жизненно важной информацией. Разместите это видео в соцсетях, пошлите ссылку на это видео всем, кто вам дорог, кого вы знаете. Сейчас вы услышите, как все начиналось. Я расскажу ужасную историю, поставившую точку в вопросе канцерогенности антипригарных покрытий. Я поясню, что такое тефлон и аналоги, что сейчас пришло на смену тефлона, как компания Дюпонт обманула и закон, и всех людей уже после запрета тефлона. И какой же посудой для жарки можно пользоваться безопасно. И скажу наперед, никогда не используйте никакие антипригарные покрытия, никакие. В конце видео я поясню вам, почему ни гранитными, ни керамическими покрытиями пользоваться категорически нельзя. Примерно год назад я заказывал формы для выпечки хлеба из особой марки нержавеющей стали, и тогда на производстве меня спросили при заказе, вам сделать покрытие антипригарное? И я, разумеется, сознанием дела сказал, ни в коем случае это делать категорически нельзя. А что это за аббревиатура ПФОК? А это перфтороктановая кислота. Или по-другому С8. Она и новые аналоги есть во всех антипригарных покрытиях. Она накапливается и не выводится из организма вообще никогда. Так заявляют, ученые об этом говорит наука. Помимо этого есть еще так называемый ПТФЭ, или политетрафторэтилен. Это пластиковый полимер, токсичные испарения и выделение которого попадают в пищу, в легкие вместе с воздухом. Эти вещества гарантированно убивают почки, печень, вызывают генные мутации в поколениях и вызывают любые виды рака. Зачем же это изобрели и внедрили много десятилетий тому назад? Дело в том, что толстостенная посуда стоит в производстве дорого, то есть ее себестоимость высока, плюс возьмите стоимость перевозки. Ну, в общем, гиганты-производители думали, как сделать посуду в себестоимости дешевле и смогли. Что это дало людям? Удобство, ведь пища не прогорает, можно использовать очень мало, либо вовсе не использовать масло. Мыть такую посуду легко, и она очень легкая. В общем, одни удобства, одни плюсы. А вот что будет дальше, это не важно, не так ли? Металла идет меньше, значит цена ниже. Себестоимость очень низкая, оптовая цена тоже пониже, чем та посуда, которая делалась раньше, толстостенная, вечная. Сковородки такие долго не служат, поэтому люди их будут, те же самые клиенты, не по наследству передавать, как это было раньше с чугунными и прочими сковородками, а менять, выкидывать, покупать новые. Значит, доход компании будет в разы больше. Металла идет в разы меньше, тонкий металл, покрытие копеечное, деньги и ничего личного, а рак, ну что же делать? Зато у нас будет много денег. Такой девиз производителей этой посуды. Это геноцид. Итак, история возникновения проблемы, история страшной беды. В 1998 году фермер Уилбур Теннет продал часть своей земли компании Дюпонт под хранение каких-то отходов производств. Знал бы фермер, что его ждет, не продал бы, но он продал. И тут у фермера вдруг погиб практически весь скот. Это было в Западной Вирджинии, около небольшого городка. Незадолго до катастрофы он заметил пену в ручье, протекающую через участок, уже принадлежащий компании Дюпонт. У коров почернели зубы, они стали агрессивными, у них покраснели глаза, потом они стали погибать. Он стал обращаться во все инстанции, бесполезно, все, мол, хорошо, нет проблем, все куплены. Он нашел каким-то образом телефон адвоката, юриста Роберта Биллота, который, кстати, защищал крупные химические компании от исков. Удивительно, что он обратился именно к этому человеку, но, видимо, это какое-то проведение. Юрист, посмотрев видео фермера, изучив историю, решил в 1999 году подать в суд на компанию Дюпонт. Компания проплатила исследование Агентство по защите окружающей среды и всем, кому надо, и доказала в суде, что вины их компании в гибели коров нет никакой. А люди маленького городка были против злы на юриста, что он бучу поднял. Ведь городок почти весь работал на компанию Дюпонт на производствах. Люди жили сегодняшним днем. А эта компания, как вы понимаете, одна из самых богатых на планете, ворочает миллиардами, если посчитать все дочерние компании, которые косвенно и прямо относятся к владельцам Дюпонт, то, соответственно, это будут триллионы долларов. Это одна из транснациональных корпораций, которые владеют миром. Еще с 35-го года эта компания вела исследования в ряде химических препаратов. Да-да, сама вела. Так как у многих сотрудников компании еще тогда начались проблемы со здоровьем. А в 45-м году компания стала производить тефлон. Как вы уже теперь знаете, при его производстве используется перфтороктановая кислота, а исследования на крысах еще в те годы показали страшные отклонения, мутации. Ну и, конечно же, сотрудники компании страдали, болели, их увольняли, затыкали рот небольшими деньгами и только-то. Но наш бойкий юрист не смог молчать. Все-таки совесть была у человека и есть. Он запросил документацию у компании Дипонт. Ему сначала отказали, и он позже через суд заставил компанию прислать ему документацию. Они прислали, внимание, 110 тысяч страниц текста. Разумеется, они были уверены, что это не под силу ни одному человеку, ни даже с помощниками, никакому адвокату изучить все это. Но он все изучил, изучал несколько лет, и он стал человеком единственным на планете, ну кроме группы ученых компании Дипонт, который знал в этой области больше всех. И вот в 2005 году адвокату предложили заткнуться, ему предложили 343 миллиона долларов отступного, чтобы он не лез в это дело. Ну, эти деньги в наши уже дни равны одному миллиарду долларов. Представляете? И он, представьте себе, отказался. Он понял, осознал, насколько это смертоносно, не только для жизни отдельно взятого человека, но и для всего народа, для всех жителей планеты. К тому времени накопились материалы фантастические, то есть десятки тысяч людей, умерших от рака, по причинам, пока которые не могли доказать. Но это очевидно, был тефлон. Адвокат это понимал. Дело в том, что сточные воды, отходы, захоронение, грунт, везде тефлон был найден. Это вечный химикат, вечный, он не разлагается ни в воде, ни в почве, и он накапливается в организмах животных и людей. Потому адвокат не пошел ни на какие уступки. Эти ядовитые вещества из тефлона есть не только в тефлоновых покрытиях. Перфтороктановая кислота и аналоги есть не только на сковородках, но и в косметике, особенно водостойких тушах и помадах. Знаете, это женщины. Есть они и в зубных нитях, не пользуйтесь ими. Маленькими ёршиками пользуйтесь, либо зубочистками из цельного строганого дерева, которые можно разломить в руке. Останется такой тоненькой лезвия. Пожалуйста, можно этим. Но не зубной нитью. Есть эти вещества и во многих проводах. Не во всех, конечно. Есть они в водоталкивающих тканях и пропитках. Знаете это. Вот все ткани, пропитанные чем-то, в них есть эти канцерогенные вещества. В репеллентах есть. Не пользуйтесь этой гадостью, не брызгайте на себя и не ставьте эти вонючки в ингаляторы против комаров. Вся мебель с покрытием от грязи содержит эти ядовитые вещества. Пищевая упаковка, вот знаете, с такими глянцевыми, как бы силиконовыми внутренними покрытиями, снаружи вроде бумага, а внутри такое глянцевое влагонепроницаемое покрытие. Это все и есть полифтор, алкидные вещества. Не покупайте, не используйте эту гадость. Ну так вот, а я продолжу про Дюпон. Известно было еще тогда, что к 90-му году компания Дюпон слила более 7000 тонн этого отравляющего вещества на свалке в разных точках страны и мира. А знали ли вы, что эти ядовитые вещества, полифтороктановая кислота и прочее, не входили в запретные списки никогда? Почему? А дело в том, что об этом веществе никто раньше не знал. Это был секрет фирмы. Они не заявляли об этом компоненте никогда и никому. И здесь я хочу обратиться, не могу не обратиться к либералам до мозга и костей. Может вы теперь хоть поймете суть и сущность капитализма, а вернее империализма? И ведь это не исключение. Это система и суть таковы. А сколько еще подобного в наши дни, что мы не смогли, не можем, никто еще не может доказать юридически, сколько всего этого существует и губит людей и планету, а им-то все равно они этим не пользуются сами, кто в теме. Они временщики, они живут сегодняшним днем. Это не люди. Ну так вот, с 2005 года до 2012 года было медицинское исследование, внимание, 70 тысяч человек, которые сдали кровь на ФОК. И в крови этих людей в той или иной концентрации она была обнаружена. Почти у всех. Фермер этот, как вы понимаете, умер от рака. Многие в этом городке и вокруг всех свалок, сточных вод, тех мест, куда они текли, люди умирали от рака почек, мочевого пузыря, щитовидной железы. Многие люди стали только из газеты это все узнавать и понимать причину смерти своих родственников. Начались иски. Компанию признали виновной, и Дюпон выплатила крохи, то есть 671 миллион долларов всем, официально доказанным пострадавшим. А заработок за эти годы какой у них был, как вы думаете? А я вам скажу, сотни миллиардов долларов. По этой проблеме, вот по этому фермеру даже выпустили художественный фильм, называется он «Темные воды». Попробуйте его найти и посмотреть. Ну а сейчас я вам расскажу о том, как компания Дюпон всех обманула и что она делает сейчас. И не только эта компания, но перед этим буквально минутку. Дорогие друзья, я вам очень рекомендую и оставлю под этим видео посмотреть ролик профессора Исаева «Почему люди болеют?». Голубинные вопросы поднимает профессор. Также, если вы еще не смотрели это мое видео, непременно посмотрите. Называется оно «Бросил Москву и построил город будущего в Голубинке». Ну и если захотите, еще одно мое видео с моего канала «Жизнь на земле» про мои теплицы и хозяйство. Уверяю вас, получите большое наслаждение от просмотра. Ссылки оставлю под этим видео. Ну а компанию Дюпонт к 15-му году заставили отказаться от производства тефлона, но компания, зная это уже, подготовившись заранее к этому моменту, создала новое вещество «Дженикс». Да более того, уверен, что что-то еще то, что мы не знаем и общественность не в курсе. И они открыли тогда дочернюю компанию «Кеморс». А знаете, сколько таких дочерних компаний есть? У них и у других подобных. Так вот, компания «Кеморс» стала выпускать новое вещество и его уже нашли в реках, в почве, то есть ничего по сути не изменилось. Более того, уже ученые говорят, это вещество еще более опасное прежнего. Также в 2015 году более 200 ученых из 40 стран мира подписало так называемое «Мадридское заявление о вреде веществ группы ПФАС». Вот чтобы раз и навсегда поставить эту точку, что чтобы новые химики компаний этих не придумали, оно по-любому уже опасно для жизни. И сейчас в наши дни запрещена только малая часть этих веществ, но вредны все, все, не обманывайтесь, знайте это. Анализы, кстати, на ПФОК в крови в России не делают, по крайней мере я этого не знаю, если вы знаете, что делают, напишите. Эти вещества уже нашли в Антарксиде, в Арктике, они разлетаются от выброса заводов по всему миру в атмосферу и осаждаются по всей планете. Они есть в крови в той или иной степени у большей части населения планеты. Посмотрите мои видео про пластик и про то, как в источниках в воде даже в высокогорье Хальп находят определенные химические вещества. Что же делать в этой связи, говоря о сейчасшней нашей теме разговора? Не покупайте это. И еще, про систему обратного осмоса. Большинство из вас используют их. Я не могу утверждать сейчас. На данный момент я этого точно не знаю, но я почти уверен, что вот эти бачки системы обратного осмоса внутри, а они точно покрыты каким-то полимером, вот я почти уверен, что это, конечно же, не силикон, натуральный, медицинский силикон. Ну, конечно, нет. Я уверен, что прибыль любую компанию заставляет, такова суть, еще раз говорю, капитализма, использовать что-то очень дешевое в производстве. Очень дешевое в производстве, как бы кто-то из вас не мечтал, не может быть безвредно. И тем более полезно. Так вот, если эта внутренняя оболочка есть какой-то данный полимер, аналог, вот как покрытие коробочек пищевых вот этих одноразовых внутри, о которых я говорил, то тогда это страшная беда. И вот слава богу, что сейчас все-таки появились, о чем я вам, ну, моим старым зрителям говорил несколько лет назад, про точные системы обратного осмоса. Ждите от меня видео, я вам все расскажу, все поясню, будет скоро видео об этом. Хотите, кстати, чтобы я его ускорил, побыстрее выпустил, напишите под этим видео мне об этом, ждите, узнаете. Теперь, можно ли попытаться, вы спросите, вывести эти яды из организма? Теоретически, может быть, и можно, я не могу утверждать, но если тяжелые металлы, и радионуклиды, что доказано точно и научно, в том числе, профессором Исаевым, другими учеными, современными уже, это возможно, то почему бы не эти токсины? Хотя с ними, конечно, сложнее. Так вот, есть программа с грибом Дождевик, можно попробовать пройти два месяца эту программу, ссылку на нее я вам оставлю, и видео про гриб Дождевик, кстати, тоже посмотрите. Конечно, в наши дни очень много факторов негативного воздействия на организм, но если будет одним, двумя, тремя меньше, насколько это будет правильнее и лучше? Я очень рекомендую принимать, ну, месяца три хотя бы подряд, гель Сорбент с хитозаном, который как раз выводит очень многие токсичные вещества из организма, и укрепляет, кстати, симбиотическую кишечную микрофлору. Ссылку я, естественно, тоже оставлю. Ешьте больше зелени, ешьте овощи из семейства крестоцветных, обязательно про ростки брокколи, об этом у меня видео было. Обязательно активируйте детоксикационные функции печени, про это у меня было много видео, ссылку на весь раздел, плейлист по болезням печени и лечению печени, я вам тоже оставлю. Теперь применяйте антиоксиданты профессора Исаева, хотя бы препарат Латал. Пейте фульвовую кислоту, у нее есть уникальные четыре свойства, видео о ней посмотрите, ссылки тоже оставлю. Никаких антипригарных покрытий не используйте вообще. Есть у меня видео, из какой посуды можно, из какой нельзя есть и пить. Я вам это видео тоже по ссылке оставлю, но скажу сразу, вот керамические гранитные покрытия, вы мне скажете, они содержатся в подоснове своей, под этим покрытием. Кадмий и свинец, я даже не буду говорить, насколько это опасно, любой из вас по названиям уже, наверное, понимает. Так вот, стоит появиться микротрещинкам, а вы никогда их не увидите и всегда пропустите, и эти вещества, ядовитые, особенно кадмий, попадет в пищу, а далее в ваш организм. Это страшное дело. Естественно, никакого алюминия тоже не используйте в питании. Керамических покрытий категорически не используйте. Используйте стопроцентную керамику, ну, то есть глину и глазурь. Это безопасно, как и стекло. Ну, вот стеклянную посуду тоже можно использовать. Не ржавейку, что мало. Пожалуйста, чугунная посуда, но лучше, конечно, использовать старинную чугунную посуду. В ней меньше вредных примесей. Итак, дорогие друзья, я думаю, что данное видео было для вас очень поучительным и важным. Напишите мне об этом, не поленитесь, пару строк. И, пожалуйста, еще раз, посмотрите все те ссылки, которые я оставил вам под этим видео. Это жизненно важная информация. Жду от вас обратную связь. Поделитесь этим моим видео в соцсетях. Пошлите ссылку своим друзьям, знакомым. Не будьте равнодушными. Это каждый человек должен знать и уже делать осознанный выбор. Махнуть на себя и на своих детей, родителей, там, не важно, рукой или взяться за ум. В непростое время мы живем, в не лучшее. И природу человек убивает так, что скоро природа человеку просто отомстит. Понимаете? Но, впрочем, это тема отдельного видео, хотя есть у меня что вам на эту тему сказать, что может быть с планетой в ближайшие несколько лет. Кстати, если хотите, я подниму этот вопрос, разберу. Но для этого напишите свое желание под это видео в комментарии, стоит мне сделать и это видео, и другое, о чем я говорил или нет. Ну, а теперь, уважаемые зрители, досмотрите еще две минуты, особенно те, кто у нас еще ничего не приобретал на нашем сайте надгард.ру и те, кто смотрит это мое видео, находясь, проживая не в России, а в других странах мира. Смотрите. Уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт надгард.ру, посмотрите хотя бы два раздела отзывы и новинки. Ну, а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары вы можете заказать на нашем сайте, мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено, обо всем сказано на нашем сайте в разделе доставка и оплата. Поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Я открыл второй интернет-магазин по био-зерну и муке с молотой на каменных жерновах. Я открыл еще один канал на ютубе для рубрики ответы на вопросы и всяких видеоразборов. Кому интересно, подпишитесь на этот мой новый канал и ждите соответствующие видео уже там. Есть у меня ютуб-канал специально по продуктам. Там есть то, что я не публикую на этом главном канале. Напоминаю, мы производим уникальные корма для кошек и собак, которые не просто насыщают, но и лечат и продлевают жизнь питомцам. Смотрите об этом вот это важное видео. Даю подсказку на мое видео, как совмещать продукты питания, БАДы и лекарства между собой, чтобы никто меня об этом уже не спрашивал более. Мой совет, измеряйте среду обитания, ну где вы живете и работаете, на радон, радиацию, электромагнитное излучение и себя на отсутствие опухолей. Вот раздел про приборы-тестеры. И вот на все это я оставлю вам ссылки под этим видео, которое вы сейчас смотрите. И последнее, под каждым моим видео внизу есть важные ссылки, в том числе на мои соцсети. Очень рекомендую подписаться на телеграм-канал, который дублирует ютуб, мало ли что с ютубом будет. И там есть также ссылка на индивидуальные консультации. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео, всего хорошего, до свидания.